Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают и мне не пришлось пережить, но все вот так вот вышло. Очень здорово, что они пересмотрели эти моменты. Как-то у тебя так здорово выходит, да, блин? Это талант. Позволь, я тебе помогу, чтобы не ты это произнес. Значит, мы вращаемся в одном круге, достаточно он узкий, как это ни парадоксально, вот бытует такой слушок, что когда вы ходили по интервью, скажем, телевизионным интервью, то твой коллега Дима, да, по-моему, Бигбаев, да? Да, да, да. Что он закатывал истерики, что он всегда номер один. Всегда номер один. И ты, в общем, достаточно то ли лояльно, то ли терпеливо, то ли трусливо, я просто не знаю, как не видел, сглатывал это и, в общем, играл роль второй скрипки. От чего это, а? Ты знаешь, я, наверное... От ума или... Я в этом случае был просто толерантным, понимаешь? То есть я решил закрыть на это глаза, потому что... То есть это было все-таки, да? Не, безусловно, безусловно, в любых коллективах это бывает. А почему ты закрывал? В глаза. Ну, потому что я не болтун. И... Но ты мужчина, тем не менее, а? Что ты знаешь, болтун не... Ты мужчина? Нет, как-то для меня... Для меня всегда было в приоритете то, что происходит на сцене. Потому что это как раз-таки тот продукт, который мы выдаем. И... Мне вчера, извините, рассказали... Я приоритет выставлял в эту сторону. Чисто актерский анекдот. Актеров призвали в армию. Прапорщик стоит перед строем и говорит, на первый, второй рассчитайся. Первый. 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 Вторых нету. Первый. 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 Редактор субтитров А.Семкин